Большинство людей, проснувшись утром, начинают думать о своих заботах и проблемах. А эти проблемы состоят из цепочки негативных воспоминаний. Это воспоминания о неприятных делах, о людях и местах, с которыми связаны эти проблемы. А в каждом из этих воспоминаний есть свои эмоции. Эмоции — это конечный продукт прошлого опыта. И поэтому, когда люди вспоминают о своих проблемах, они чувствуют себя плохо, неуверенно, накатывают грусть или боль. И все это, конечно же, накладывает отпечаток на текущую жизнь. То, как вы думаете и что чувствуете, формирует вашу настоящую жизнь. Все те прошлые проблемы, которые вы постоянно прокручиваете у себя в голове, рано или поздно возникнут в будущем. Ваши настоящие чувства напрямую зависят от ваших переживаний из прошлого. И они влияют на ваше поведение. Поэтому по большей части вы будете продолжать создавать ту же самую жизнь. Люди с утра хватают свой телефон и начинают читать новости, проверять сообщения с напоминаниями о заботах. Потом они делают фотографию своих ног или погоды за окном и выкладывают это в социальные сети с подписью «Мрачное утро». Они день за днем окунают себя в негатив и чувствуют себя связанными со старыми привычными заботами. Затем они проходят через ряд рутинных действий. Они встают с кровати с одной и той же стороны, идут в туалет, пьют кофе, принимают душ, одеваются и едут на работу одним и тем же способом. Они постоянно делают одни и те же вещи. Они видят одних и тех же людей и испытывают одни и те же эмоции. И это становится рутиной. А рутина превращается в программу, которая состоит из набора привычек. Все эти привычки и формируют дальнейшую жизнь. Поэтому людям так тяжело изменить свою жизнь, так как старая программа работает уже на подсознательном уровне. 95% того, кем мы являемся к 35 годам, это заученный набор моделей поведения, эмоциональных реакций, бессознательных привычек, запрограммированных установок, убеждений и восприятий, которые функционируют полностью в автоматическом режиме. В остальные 5% входят ваши мысли о счастье, любви, успехе, богатстве, здоровье и свободе. Но этой программы недостаточно. Весь остальной мозг занимает совершенно другая программа. Как же тогда изменить что-то в жизни? Вы должны выйти за пределы подсознательного и аналитического ума и таким образом перенастроить свою программу. И в этом вам помогут аффирмации и медитации. С помощью этих практик вы сможете изменять связи в мозгу. Когда вы будете делать это правильно, вы будете словно входить в свою операционную систему и начнете вносить действительно важные изменения. Большинство людей меняют свою жизнь, когда доходят до предела и больше не могут терпеть боль. Происходит какая-нибудь трагедия в их жизни, и они решаются на перемены. Но можно изменить жизни без этого. Вы можете учиться и меняться не через боль и страдания, а через радость и вдохновение. Вы можете начать утро по-другому. Вы можете 10 минут уделить духовной практике, пока мозг ничем не загружен. А большинство людей начинают утро в стрессе. Они всегда предвосхищают наихудший сценарий, опираясь на прошлый опыт. Они выбирают наихудший возможный исход и начинают эмоционально подпитывать его страхом. Они приучают свое тело к состоянию страха. А те люди, которые этим злоупотребляют, часто испытывают панические атаки. Они даже не могут предсказать этого, потому что это запрограммировано подсознательно. Каждый раз, когда они вспоминают какие-то негативные события, они запускают в своем мозгу и теле те же реакции, как если бы эти события происходили на самом деле. Работают и укрепляются одни и те же негативные связи, раз за разом, посылая одни и те же негативные эмоциональные сигналы. Для мозга нет разницы, где происходит негативная ситуация, в реальности или только в голове. Вы действительно с кем-то только что поссорились, или спустя несколько дней вспоминаете об этой ссоре. Без разницы. Работают одни и те же связи, и вы постоянно подтверждаете свое негативное эмоциональное состояние. Большинство людей страдают, находясь в состоянии неизвестности и неопределенности. Им страшно за свою жизнь. И когда мне говорят, что не могут предсказать свое будущее, я всегда говорю, что лучший способ предсказать свое будущее, это создать его. И создать не из известного, а из неизвестного. Какой вы хотите видеть свою жизнь? Хотите быть счастливым и богатым? Закройте глаза и представьте, как бы вы себя чувствовали. Вот что вам нужно постоянно прокручивать в своей голове, и желательно это делать после пробуждения. Мозг не видит разницу, действительно ли вы сидите за рулем автомобиля своей мечты, или только представляете, как сидите за рулем автомобиля своей мечты. В любом случае, вы загружаете все это в свою жизнь. Точно так же, как и загружаете проблемы, постоянно прокручивая их у себя в голове. Вам нужно сделать так, чтобы ваш мозг больше не записывал прошлое. Вам нужно, чтобы он записывал будущее. Если вы будете постоянно это делать, перезаписывая программу на новый лад, то в скором времени начнете себя вести в соответствии со своей новой программой. Главное, перезаписать большую часть своего мозга, а это не быстрый процесс. Самое сложное здесь, это эмоционально ощущать то, о чем мечтаешь. Вам нужно учиться без видимых успехов, уже чувствовать себя успешным. Без больших денег, уже чувствовать себя богатым. Без любви со стороны, ощущать любовь внутри себя. Вот такая у вас должна быть новая модель восприятия реальности. А большинство живут по старой модели. Я буду счастлив только, когда что-то получу. То есть ожидаю чего-то извне, чтобы извинить что-то внутри себя. И когда людям хорошо внутри, они обращают внимание на то, что вызвало это состояние. Итак, большинство людей проводят свою жизнь, живя в нужде, ожидая, что что-то изменится, но ничего не меняется. Живя в постоянной нужде, люди создают и притягивают в эту самую нужду свою дальнейшую жизнь. Это замкнутый круг. Потому что одна и та же негативная мысль приводит к одному и тому же выбору. Один и тот же выбор приводит к одному и тому же поведению. Одно и то же поведение создает один и тот же опыт. А один и тот же опыт создает одну и ту же жизнь. А когда вы прокручиваете другие мысли, например, о богатстве и успехе, вы создаете новую реальность. А когда вы испытываете при этом положительные эмоции, вы все сильнее укрепляете новые цепочки связей. Ваш мозг теперь ищет решения и возможности, а не занимается прокручиванием прошлых проблем. И тогда вы начинаете ценить и любить себя. Вы начинаете любить свою жизнь, и это превращается в реальность. И вот вы из жертвы, которая жила в постоянной нужде, превращаетесь в творца своей судьбы. Вы начинаете понимать, что ваше мышление влияет на исход вашего пути. Теперь вы играете в другую игру. Вы понимаете, что вы создаете реальность вокруг вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова